добрый летний день 19 августа преображение яблочный спас плещатся уточки липовая аллея самсоневского и ольгинского каналов вчера в воспоминаниях иван петрович рассказал что эти аллеи были вырублены 30-м 31 году лугового парка для расширения аэродрома ну либо снова насадили после войны все вернулось на круги своя замечательный водопадик чтение для меня дело новое вчера получилось немножко тихо микрофончик старый сегодня покручу настройки и уже заказал новый микрофон продолжаем чтение воспоминаний ивана петровича андреева приятного прослушивания дед по матери василий иванович был человек иного склада характер был твердого и сурового повторять слова два раза не любил к детям относился только по мере надобности нежности и шуток не допускал с молодых лет был он деревенским старостой знаменка знаменка была назначена николаем первым в наследство великому князю николаю николаевичу старшему любившему ежедневно гулять по знаменке и шиваловке и знавшему в лицо и по имени не только почти всех мужиков но баб и ребят всем всех называл просто по имени здоровался первый отрывисто но приветливо здравствуй Иван здравствуй Василий здравствуй Мария Анисия и тому подобное ответы были разные иногда курьезные дело в том что в то время как в знаменке были чисто русские шуваловка была смешанная деревня почти половина наполовину русские и финны или как иногда в старину говорили чухные все свободно объяснялись и по-русски и по-фински но акцент и протяжное произношение гласных характерные для финского языка пришли и в русский поэтому в шуваловке говорили несколько отлично от знаменских обедать вместо обедать кохве вместо кофе и так далее встречая встречает князь какую-нибудь старуху и говорит здравствуй Та становится, приложит к своей ничке руку, чтобы лучше видеть, и отвечает просто «Здравствуй, Макалая Макалавич», и идет своей дорогой. Однажды встретил он мальчишку по имени Яшка. Тот был занят какими-то глубокими размышлениями, и от усиленной мозговой работы выпустил двух больших зеленых червячков из носа. Князь провел ему по носу с теком, который всегда носил с собой, и сказал «Какой ты Яшка сопливый!» Яшка, видимо, недовольный тем, что не вовремя прервали ход его размышлений, сердито взглянул на князя и ответил «Ты сам сопливый!» Как староста, дед чаще других посещался князем, особенно в глубокую осень, когда начиналась молодьба. Если князь еще жил в Знаменке, он любил ходить по ригам и гумнам и смотреть на молодьбу. Осенью устраивал в манеже выставки и праздники, на которые каждый мог нести все, что у него было замечательного. Снопы, овощи, плоды. Некоторые приводили коров, лошадей, жеребят, телят, овец. Прадед однажды получил подарки и похвалу за свою упряжку, новую телегу и серую лошадь. В упряжи с набором под серебро дед Василий, булочи молодым, ухитрился залезть на навощенный столб с развешанными на нем различными вещами. Снял оттуда кафтан и надел его на себя на столбе, для чего пришлось особым образом сложить ноги, чтобы удержаться. Под аплодисменты присутствующих он неторопливо спустился вниз и поклонился князю и княгине. Будучи единственным сыном и старостой, дед от солдатчина избавился и не нюхал солдатской доли. Женился дед в 1866 году, взяв жену из Мартышкина. Бабушка была на три года младше деда, до самой своей смерти в 1931 году оставалась неграмотной. Помню я ее почти старушкой, небольшого роста, с голубыми глазами, широким добродушным лицом, украшенным носом не греческой и не римской формы, а самой русской. Но от этого оно ничуть не проигрывало, и нам, ребятам, казалось очень совершенным и приятным. Видимо, потому, что мы очень уж любили бабушку. Мне до сих пор кажется, что ни у кого не было такой бабушки, как у нас. Звали ее Екатерина Ивановна. Выросла она в достаточной семье мартышкинских рыбаков около Арнинбаума. Девочка была бойкая, любила всякие проказы. Однажды в саду потихоньку от взрослых забралась на яблоню, Да услышала, что калитка стукнула. Значит, кто-то идет. А дело было до девятнадцатого августа, Когда, по обычаю, люди еще не ели яблок. В тропях, слезая, подскользнулось оплатье Сборкой подола, зацепилась за сучок И повисла в нем, как в мешке. А в сад-то вошла ее мать. Увидев дочь в столь удобной позиции, Она немедленно воспользовалась случаем И знатно угостила ее крапивой По самой природой, назначенной для этого частям. У бабушки было несколько братьев и сестер. Роман очень похожий лицом на доктора Пирогова. И схожий с бабушкой по-добродушию. Николай, несколько с гордецой, Сестры, Пелагея, смуглая, Кореглазая и в молодости красивая, Вышла замуж в деревне Тимяшкино Около Старого Петергофа. И вдокия, бывшая замужем, В Ижорке, около Стельно. Братья перед революцией были богатыми крестьянами. У одного было девять, А у другого пять дач. Сдавать дачи тогда было выгодно. И жили они достаточно. Но и на земле и дома работали сами, беззнаемо. Бабушка любила вспоминать о том, Что она вышла замуж в один год С государем Александром Третьим. Она выговаривала о сударе. Молоденькой девушкой попала в большое хозяйство деда. Земли было достаточно, Да еще арендовали порядочно. Коров держали от пяти до восьми голов. Две, а то и три лошади. Сеяли много ржи, овса и чменя, Садили картофеля по несколько больших полос. Иной год продавали овса до пятисот кудов. Для удобрения требовалось много навоза, Который возили из Петергофа, Где стояли уланские и конно-гренадерские полки. По летам на квартирах по деревням В то время также ставили кавалерию В Знаменке и Шуваловке стояла конная гвардия. Конюшни у деда были большие, И лошадей конно-гвардейских Ставили иногда по восемь-десять. Значит, был и навоз. А потому и урожаи были огромные. На фотографии деда, Снятый незадолго до его кончины, Он изображен сидящим на бревнах. А позади его виден огород С большим капустным полем, На котором меня всегда удивляла Величина капустных качней. Работы было много, И бабушке доставалось сильно, Да еще не очень приветливый муж. Хорошо еще, что свекровь была доброй, И любила, и жалела сноху, Не ворчала, как это часто бывает. Через год после свадьбы Приехала бабушка к матери Мартышкина в гости На Михайлов день, Двадцать первого ноября, Престольный праздник. А мать ей и говорит, Что ты, Катенька, не весела, И не поешь, как прежде. А бабушка ей ответила, Не хочется что-то, маменька. Дома у бабушки было четверо сыновей. Иван родился в 1868 году, Петр в 1872. Дочери Александра Родилась в 1875, И Мария родилась в 1876. И умершая девочкой Она была любимицей Прадеда Ивана Филипповича И умерла от скарлатина. По рассказам она была того сорта, Что, как говорят, На свете не живут такие. Такие, говорят, Богу нужны. Очень острая умом, Живая, веселая, Она любила церковь, пение. Часто, расчесывая Своему деду волосы и бороду, Украшала его Разными покрывалами И говорила, Мы с дедушкой В царствие небесное пойдем. Смерть ее, Быстрая и неожиданная, Была страшным ударом Для бабушки. Долго после похорон Она убегала на кладбище И замертво валилась На могилу дочери, Откуда ее едва Могли привезти домой. Потом смерть Старшего сына Ивана Также была Очень тяжелой утратой Для нее. Иван, По словам тети Ани И моей мати, Рослый, Широкоплечий парень, Спокойного, Невозмутимого характера, Обладал большой Физической силой. Он, например, Картофельные мешки Носил не по одному, Как обычно, А брал по мешку Подмышку И нес два мешка сразу. А тогда в мешок Насыпалось Три меры картофеля, По полтора пуда каждая. Второй сын, Петр, Противоположно Сивану, Был темноволос И кудряв. Учиться ребята Ребята ходили в школу-выжорку За четыре весты от дома. В те времена Это не считалось Большим расстоянием. Обращение с ребятами Было суровое. За некоторые провинности Пороли розгами И рассказывали, Что одного преступника Так угостили, Что штаны у него Присохли кожа. А как дело было В субботу, Вечером В бане Пришлось Отмачивать их. Дядя Иван Влюбился В девушку Из своей же деревни Елену. Но так как она была Чухонка И из бедного дома, То дед запретил Ему жениться. Бабушка Очень этим Огорчалась. Дело зашло далеко. Нужно было Покрывать грех. И, сведомо бабушке, Они повенчались Потихоньку От деда. Но недолго Дядя Иван Прожил после этого. Году В 1895 В ноябре месяце Поехал он В Питер С картофелем. Продав картофель, Он домой Не вернулся. Через несколько дней Стали его искать. Заявили в полицию. Но он как Воду канул. И действительно Нашли его В воде В мойке. Видимо, За ним следили, Ограбили И утопили. Смерть его была Вторым тяжелым ударом Для бабушки. Потом заболел Муж, Дед Василий. Заболел Чахоткой. В молодости Был он крепок, Здоровим И себя не жалел. В те годы В Петербурге В Петербург Приходило много Угля На баржах. Уголь Страховали И Почему-то Часто Баржи С углем Тонули В заливе. Страховые Компании Выплачивали Страховку. А баржи С углем Продавали. Крестьяне Деревни Шуваловки И другие И с других Деревень Компанийские Покупали Баржи И Дождавшись Зимы Начинали Поднимать С нее Уголь На место Где затонула Баржа Бывозили Легкие Балаганы Теплушки Пробивали Проруби И Начинали Черпать. Благодаря Тому, Что По Небольшой Глубине Уголь Был Покрыт Незначительным Слоем Воды Дело Это Было Хотя И трудным Физически Но Довольно Прибыльным Благодаря Углю Многие Крестьяне Значительно Поправили Свои Дела А Некоторые Даже И Разбогатели Вот На такой Тоработе Где-то Погубил Своё Здоровье Зимой Страшный Мороз На ветру Бывало Рубит Пешнёй Прорубь Сняв Всё До Рубахи А потом Мокрый Бросается В снег И Снова Запишнём Пока Был Молод Такие Упражнения Сходили С рук А как Подошло К 50 Годам Здоровье Стало Сдавать Обнаружилась Чахотка Сначала На неё Не обращал Внимания А потом Пришлось Лечиться А дед Больной Был Капризный Это Не так То Не так Проболев Несколько Лет Он Скончался В 1899 Году 55 Лет Через Несколько Месяцев После Свадьбы Дочери Александра Моей Матери Матери Матери